дорогие друзья меня зовут павел всех приветствовать на моем канале как вы уже могли заметить у меня на канале очень много видео с хасочками всякими тренировками обучениями и так далее но поскольку меня интересуют не только хасочки но и машины так как почти вся сильная половина человечества очень увлечена машинками как большими так и маленькими и я не исключениями да и что греха таить на ютюбе сейчас очень популярные темы с восстановлением машин то есть покупка стареньких машин восстановлением и все все подобном духе но поскольку возможности заниматься полноценным восстановлением машины нету поскольку нету гаража нет времени работа хасочки то в прошлом году я поставил себе задачу найти вторую машину в семью для жены поскольку родился маленький ребенок нужно было ездить в больнице в магазин там поликлинику анализы обследования все подобном духе и получается что одной машины уже стало не хватать совсем потому что я тогда получается сижу дома безвылазно по моей сфере деятельность машина нужно постоянно и вот полистав интернет страницы посмотрев очень много вариантов где-то порядка 30 вариантов я пересмотрел почти все варианты отпали еще на моменте того как я просматривал информацию в интернет объявлениях выезжал я на место осматривать 6 машин разных абсолютно те они были ну на словах они все были в хорошем состоянии а на деле это было очень печальное состояние конечно жалко что тогда я не снимал так активно и нету видеоматериалы вы бы посмотрели в каком состоянии продаются машины которые написаны не бит и не крашен но хотя в принципе на ютюбе очень полного контента где можно примерно понять какое там было состояние машину это уже так лирика но значит последним объявлением на которой я поехал это была последняя машина в моем списке после чего я думал но если эта машина не подходит значит пока оставляю эту затею в долгий ящик значит не судьба потому что помимо того что я еще сам ездил и искал в интернете я еще обратился в службу подбора заплатил ему деньги чтобы они подобрали уже как бы машину со своей стороны но там тоже представлены варианты которые не предложили мягко сказать не подошли все было не то да и также были большие вопросы по состоянию хотя цены которые были с их стороны указаны за машиной но иметь ввиду как вариант который не предлагали были гораздо больше вот но ради объективности стоит сказать что и модификацию машины они искали чуть-чуть другую как вы уже наверное все поняли сегодняшнем видео речь пойдет вот об этой замечательной машине вот она это range rover 2005 года комплектация автобиография двигатель 44 это тот самый любимый многими бензиновый мотор и все с этим связанные вытекающие пятиступенчатая коробка коробка передач двухцветный салон перформированная кожа но до максимальной комплектации здесь не хватает массажа в самих сиденьях и электро двери а также здесь установлена заводская вебаста хотя не знаю зачем она нужна на бензиновом двигателе но все же сути на в чем нашел я эту машину уложился я в бюджет чуть больше пятиста тысяч значит судьба какая поскольку я прекрасно понимаю как он бывает состоянии эти машины и сколь что и какой может в итоге вырасти ценник на ремонт поскольку по факту уже шесть лет ездил на точно такой же машине только в обычной комплектации vogue вот и проехал на ней уже 250 тысяч километров и имея абсолютно в полное представление о том что из себя представляет тогда эта машина но начал поиски как я уже говорил и вот он последний экземпляр который я нашел соответственно еще в прошлом году я хотел начать снимать про эту машину но к сожалению не сложилось времени не было много было работы да и опять же ребенок там было много других проблем которым надо было заниматься там уже было не до съемок значит это у нас будет машина проект называется предварительно синий вот потому что ну как вы могли понять под цвет машины первонаприво что мы сегодня с вами сделаем мы ее попробуем завести потому что она стояла всю зиму соответственно эта машина благополучно занесло снегом соответственно вы примерно можете видеть как она стоит то есть с весны не с весны с осени в нее не залезали там изначально был старый аккумулятор который был бы получил вдох что как бы я уже заранее предусмотрел и позавчера купил туда новый который в этой серии я установлю и посмотрим сможем ли мы ее завести после пяти месяцев простоя как это получится вы увидите в этом видео итак поехали так где же наш ключ вот он наш ключ поскольку аккумулятор вообще нету вот он новый соответственно это будет честный первый запуск на сейчас нам понадобится установить этот самый аккумулятор и посмотреть сможем ли мы вообще запуститься проверим все уровни жидкости и будем заводить сколько снега что Ухо дёрнул. Из-за снега не подпрыгнуло. Опа, есть. Итак, двигатель на месте. Замерзайка, но антиприз есть. Бачок есть. Масло светлое. Как вы видите, машина ни разу не мылась с момента покупки. Да и до покупки она тоже не мылась, то есть это состояние, как оно было. Значит, двигатель. Двигатель у машины... Ох, блин, не открывается, но... Масло. Половина. Отлично, как и было. Ну, вроде всё нормально. Мышки гнёзда нигде не свели. Всё чинно и красиво. Так что, сейчас надо будет установить это самое тяжелевое бандурино. Чтобы удобнее было поставить аккумулятор, надо будет скинуть вот эти вот упоры и полностью открыть капот, чтобы он стоял вертикально. Здесь есть специальные упоры. Вот они. На которые надо зафиксировать, чтобы капот не захлопнулся. Потому что весит он очень много, несмотря на то, что он полностью алюминиевый. Если он вдруг упадёт и придавит вас, мало не покажется. Вот так вот. Тяжеленная штучковина. Так. Это специальные крепежи для крепежа самого аккумулятора. Здесь на фишке установлен, если я не ошибаюсь, пиропатрон. Поэтому в случае аварии, чтобы не было возгорания, он отстрелится. По идее, я так думаю. Что-то пошло не так. Да, вот. Есть. Отлично. Аккумулятор показывает заряженный. Аккумулятор у меня стоит такой о ком. Точно такой же у меня уже достаточно давно стоит на другой машине. В ведре английском, так сказать. И никаких нареканий к качеству я вам сказать не могу. Так, сейчас надо будет зафиксировать. Есть. Наживить. Наживить фиксаторы аккумулятора. Так. Так, ставим минусовую. Затягиваем. Сейчас будем ставить плюсовую. Так, надо посмотреть, где у меня ключ. Потому что машина давно стояла. И возможно заработает сигнализация. Как только я поставлю клемму. А может быть ничего не заработает. А не. Машина жива. Машина жива. Ладно. Не буду пока закрывать капот. Сейчас попробуем завести. А то вдруг что-то там бахнет, пыхнет. И капот по-любому придется лезть. Стоит отметить такую вещь. Хотя, конечно, сейчас не очень удобно рассказывать про салон. Неудобно его показать. Потому что просто неудобно стоять здесь. Но салон у машины в очень хорошем состоянии. То есть он еще не химчищен. То есть вот в таком состоянии была куплена эта машина. Руль чуть-чуть грязный. Но повреждение краски на руле, вот что касается руля, только вот в этих местах, вот немножко, это можно будет убрать, убрать чисткой и немножко отреставрировать. А так все состояние, ну, грубо говоря, очень достойное состояние. Для своих лет и для количества хозяинов, сколько у нее было. А их, получается, я четвертый хозяин. Очень многое от состояния таких машин зависит от владельца. Поэтому машина, можно сказать, досталась живая. О! Так. Началось. Выключаем радио. Ну, а если спешим, не актив, ну, понятно, аккумулятора не было. Сейчас посмотрим. Так, момент истины. Случится может все, что угодно. Все, что угодно может ворваться, взорваться и тому подобное. Ну что ж, поехали. О! 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 Да, ожила красавица! Ожила! Отлично! Очень хорошо! Так, ну, бензина у нас мало, но это не критично. Нам хватит на сегодняшнем видео, чтобы показать. Работает. Сейчас выйдем, посмотрим, что там как. То, что горят ошибки, надо будет выехать отсюда и провернуть рулем влево и вправо. Сделать полный оборот. Тогда все эти ошибки уйдут сами собой. Даже, по-моему, не надо будет выключать машину. Вот она. Английская легенда. Простояла пять месяцев и завелась, можно сказать, как часы. Так, дорогие друзья, сейчас попробуем выехать отсюда. Я думаю, этот снежный затор мы преодолеем и уже можем более подробно осмотреть машину. Итак, капот я опустил. Двигатель чуть-чуть прогрелся, разогнал все жидкости. Блин, попробуем сдвинуться, получится ли вообще, неизвестно. Так, машина сдвинулась. Хе-хе-хе! Ура! Есть! А вот, кстати, ошибки пропали сами собой, я сказал. Это все ошибки из электрики, надо пару раз повернуть рулем, и все они пропадут. А вот он, и черненький, мой любимый, и ненаглядный. Проехал я на нем, как я уже говорил, почти 250 тысяч километров, а родного пробега на нем уже почти, ну, 311 тысяч. И он еще бегает, у него родной мотор, он не дымит, родная коробка и почти все силовые агрегаты. Нет, силовые агрегаты, они и так все родные. Там не родная, у него только рейка и мотор гидроусилителя. Так, и так, у нас, получается, просела морда после долгой стоянки. А, блин, ничего себе, о-о-о, у нас... Это я не предусмотрел. Колеса спустили, сейчас придется все накачивать. Так, попробуем поднять. И ничего не происходит. А, нет. О! О! Все нормально. Отлично. Значит... Отлично. Морда поднялась. Ну, все замечательно. Сейчас надо будет разобраться с колесами. Чтобы быстро накачать колеса вот такого джипа, обычного легкового насоса уже не понадобится. Для этого я давным-давно купил вот такой насос, специально для колес большого диаметра, который подсоединяется к аккумулятору. Ну, имеется не напрямую, через специальные клеммы, которые есть и выведены у каждой машины. Итак, начнем. Блин, что ж такое-то? О! Вот меня больше всего волнует вот то колесо. Как бы оно не разбортировалось из-за того, что я выезжал. Блин, вот это вот косяк. Надо было сначала это посмотреть. Я очень переживал за это колесо, что оно разбортировалось из-за того, что я выехал на спущенном. Но нет. Давление увеличивается. И... И все нормально. Короче говоря, я не такой лошара. Хотя, наверное, такой, но мне повезло. Кстати, такой момент. Вот место, где стояла машина. Ни одного масляного потека или какой-нибудь другой жидкости. Ну, вы знаете же всю эту шутку, что если в эндровере не капает масло под машиной, то, значит, его уже там давно нету. Оказывается, масло все в машине. Ну, в общем, вот так. Машину мы оживили. Значит, дорогие друзья, если вас смущает вот это вот пупу-пупу-пупу-пупу-пупу-пупу-пупу-пупу-пупу-пупу в машине, то вы можете, конечно, подумать, что я купил конченые дрова. Но на самом деле вот этот весь лишний шум исходит от того, что в выпускном коллекторе там в одном месте небольшая трещина, то есть имеется в виду в трубке, в пауке, который выходит. Соответственно, когда мы ее заварим, то вот это лишнее бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу уйдет. Так что двигатель здесь реально в хорошем состоянии. Я уже проехал один цикл смены масла на нем, и, соответственно, масло не уменьшилось. А что можно сказать, если такое произошло на машине, у которой пробег 170 тысяч километров и ей 14 лет? А то, что у нее двигатель в хорошем состоянии. Конечно, здесь надо будет поменять прокладки, потому что это вечная болезнь этих двигателей, топливящиеся. Но они тут, так сказать, запотели. Но бывает и пострашнее. Так сказать, прокладки здесь это вообще расходный материал. Я их на своем черном меняю почти каждый год. Вот так. Для информации. Ну что, давайте проедем небольшой кружочек, посмотрим, как она на ходу после такой-то долгой стоянки. А да, друзья, еще такой момент. Ну, перед тем, как мы отправимся и с проедем на ней, хотя, конечно же, видео не сможет передать ощущение от езды на этой машине, но машина в свои 14 лет находится в оригинальной краске. То есть покрытие лакокрасочное, то, что было с завода, оно практически не пострадало. Смотрите, какое состояние у накладок. То есть это родные накладки, они не мененые. То есть ручки, ну ручки, они чуть-чуть пошли, ничего страшного. Вот есть небольшие коцки на лакокрасочном покрытии. Ну вот, как должен выглядеть рейндж-ровер в хорошем состоянии, с пробегом, ну, чуть меньше 200 тысяч километров в родной краске. Это машина, за которой следили. У нее только в некоторых местах есть небольшие косячки. Это вот здесь вот, вот этот стык придется снимать и закрашивать. И вот, ну, также с той стороны тоже вот эта болезнь с арками, потому что грязь, тут металл не защищен ничем, постоянно летит с колеса, камни и все остальное. И лакокрасочное покрытие страдает. Вот, ну, опять же, это вот, вот это та же самая арка. То есть эту, эту часть все придется ремонтировать. Но это уже, так сказать, особенности. Это абсолютно на всех машинах. У тех, кто поновее. Я даже видел относительно новые машины, но, к сожалению, которые в очень плохом состоянии. Значит, вот, состояние кожи отличное. кожа очень мягкая. Дерево, вот это шпон деревянный, он целый, не потрескавшийся, все заглушечки на месте. Музыка работает. Тут чуть-чуть пыльно, потому что, я говорил, я машину не готовил специально. Я ее отдам в химчистку и после этого еще сделаю детальный обзор. Дерево, вот, то есть, покраска и состояние машины то, как я ее в том виде, в котором я ее купил. Значит, у нас еще имеется небольшой дефект, ну, вот эти стертые символы и таблички, это все фигня. Вот здесь вот, то есть, то лишь тут что-то ударило, то ли непонятно что, вот это место и арки. Это единственное, где у машины наблюдается, ну, видимый, видимый визуальный сколк. То есть, колпаки нормально, ну, накладки, даже диски в хорошем состоянии, они не побиты, не покоцаны. Капот ровный. Просто сейчас уже такой, такой погоды нету, солнца нету. Но ничего страшного, у нас еще будет время это убедиться. Но, капот отлично покрашен. Но, имеется в виду, он заводской, то есть, его не перекрашивали. Фары. Хорошие. Противотуманки тоже хорошие. Но, имеется в виду, поворотники. Противотуманки живые. Обе. Соответственно, зазоры. Ну, зазоры на рейндж-роверах, они, конечно, аховые. То есть, вот это заводской зазор. Вот он. То есть, это зазор завода. Он везде такой. Особо детали сильно не подгоняются друг к другу. Но машина ровная. Потому что мы ее загоняли перед покупкой на подъемник. Снизу все осмотрели. Осмотрели все. И снизу, и сверху, и по технической части машина. Прямо сказка. Я ее, в принципе, как только увидел, сказал, что все, покупаю продавцу, что я ее беру. Кстати, продавец был не перекуп. То есть, я купил его собственником, мы вместе ездили в ГАИ. но это грязь. Это все отмоется химчисткой. Соответственно, протируется от резиночки. А так, заглушечки. Все в идеальном состоянии. Все открывается, закрывается. Здесь, ой, это мы чуть-чуть спрячем. Здесь оригинальные коврики. Они не резиновые, ну, вот эта вот ткань синего цвета с табличками. Пороги. Ну, порог, как порог у машины, которая 14 лет. Даже вот эта часть алюминиевой накладочки в более-менее приличном состоянии. Их придется отреставрировать, и будет вообще конфетка. Вот оно состояние передних деталей. То есть, есть небольшие вот такие вот потертости. Вот эта часть панели, она сделана в коже. Здесь вообще, вот эта часть тоже кожи, относительно стандартной машины. Здесь, так сказать, расширенная кожаная отделка. Ручки тоже кожаные. Потолок относительно чистый. Опять же, от химчистки это все будет еще чище, но все равно. Немного пыли, но я говорю, машина стояла 5 месяцев. Вот оно состояние кожи центральной панели. Кнопки. Кнопки. Ничего не стерто. Живой руль. Не знаю, будет видно или нет. Ну, педали чуть-чуть потерлись, но что поделать. Здесь все кнопки рабочие. На панели все лампочки горят. Здесь все живое. Подлокотники живые. Вот эта вот живая, но чуть-чуть грязная. Значит, состояние кожи. Можете увидеть сами, какое оно. Сиденьем 14 лет. Чуть-чуть грязная. Но это все уберется химчисткой. Немного надо будет отреставрировать вот этот кантик. Вот, смотрите, состояние сидений. Незаломанное. Жестко стоит. Все работает. И еще перфорация. Вообще замечательно. Летом даже без кондей ничего не потеет. С водительской стороны кожа чуть-чуть в более подуставшем состоянии, если можно так сказать, но все равно небольшие такие косметические проблемы, которые можно устранить без капитального вмешательства. То есть кожа целая, небольшие вот тут вот в двух местах потертости, даже вот эта часть целая. То есть машина в очень достойном состоянии. Я ее когда привез, в покрасочный цех, чтобы посмотреть, что там надо по покраске, посчитать, прикинуть смету. Мне ее сразу же предложили выкупить или поменять на Volvo XC90, которая изначально там продается. Мужик за нее хочет там, по-моему, 800 или 900 тысяч. Значит, здесь эта часть целая, то есть она не разваленная. Блин, что за слово разваленная? Она целая, она не лопнула. Здесь есть, конечно, небольшие вот такие погрешности, но это все уберется при капитальной химчистке. Соответственно, состояние обшивки это ну это просто замечательно, что я могу сказать. Белый, ну, бежево-синий салон. Мечта. Небольшие, конечно, косички имеются. Вот тут вот краска слезла, вот тут вот это, как мягкая резина или что-то такое. Тут это покрытие слезла, но это все можно отреставрировать. А так, пожалуйста, дверь водительская. Вот, повреждения на коже вот такие вот мизерные. Деревянный шпон целый. Стояние дверей целое. Хорошая дверь. Ну, что можно сказать? Машина не билась, на крыше не лежала, для информации. Ну, что ж, теперь уже можно и проехать. Итак, дорогие друзья, мы на трассе, в моих родных пенатах. Значит, машина едет нормально. Сейчас потихонечку доедем до заправки, потому что горит глаз жадности, так сказать. Значит, колеса я подкачал, не совсем уверен, что давление в шинах во всех одинаковое. Вот. Поэтому сейчас до заправки доеду, там еще проверю на их хорошей подкачке. вот так вот. Она живая, дорогие друзья. Машина, даже что можно сказать, это не машина, это лендровер, который очень часто называют английским ведром, ведровером и всем подобным. Много шуточек про то, что владельцы этих машин друг с другом не здороваются, потому что они с утра уже видели в сервисе и все тому подобное. Но, как говорится, главное найти хорошую машину. А что из этого будет, вы узнаете в следующих сериях. Итак, как вы уже могли понять, этот проект будет, наверное, немного отличаться от всех остальных, что вы видели до этого, потому что самой целью моей покупки не было, не было, имеется в виду, снятия самих видео, потому что мне нужна была именно хорошая машина, надежная для жены, чтобы она могла на ней ездить в любую погоду, в любое время суток, чтобы она была надежной, проходимой и вместительной, так как кресло, вещи ребенка и много места, как говорится, не бывает. Так что, с первой частью этой задачи я справился, я нашел машину, на которой можно ездить, она не дымит, она не рассыпается, вот, у нее хорошая проходимость, приемлемый для меня расход. Кстати, интересно, какой у нас сейчас расход. Ну, сейчас пока еще мы прокатываем, показывает 20 литров, а, 13 литров, да, 13 литров. Ну, в среднем у меня получается, при моем стиле езды, я ездию не больше 90 км в час, 13-14 литров 92-го бензина. Если, ну, такой вот смешанный цикл, если ездить куда-то за город, там, например, не то, что за город, я ездил в Питер, у меня получилось 11,5-92-го. Вот так вот, так что, можно сказать, как для дизельных машин. Ну, вот так вот, бренди, друзья. Машина едет, ничего не бренчит, ничего не шумит, то есть, мы едем в абсолютной тишине. Здесь все работает по электрике, здесь даже работает телефон, но имеется в виду, он, наверное, телефон у многих работает, но с этими машинами есть такая фишка, что современные модели телефонов могут не контачить и происходят всякие глюки. Здесь эта проблема решена. Как я ее решил, я расскажу вам попозже, но любой современный телефон, контачится, работает записная книжка, там, смски, все, что есть функционал, он весь работает. Но, как я уже говорил, это будет в следующих видео. Поэтому, дорогие друзья, мы едем с вами в светлое будущее, и мне, наверное, как и вам, будет очень интересно узнать, что же нас ждет впереди. Но я думаю, что будет интересно и вам, и мне. Так что, до скорых встреч, дорогие друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok